всем привет с вами ирина и сегодня настало время очередного отчета по моей сирене после дождя сегодня наконец-то не пасмурный день и я рада то что шестой отчет мой будет не пасмурный день сразу хочу не знаю оправдаться или предупредить но тот результат который я вам покажу это результат можно сказать одного дня ну двух максимум то есть я в основном вышивала в четверг и в пятницу до этого я вышивала макс свой на подушке как вы знаете это мой второй процесс ой не знаю как я буду совмещать все это достаточно сложно хочется вышивать и сирень и маг но но не получается а вы знаете как я всю жизнь жалуюсь на то что у меня постоянная нехватка времени но будем стараться уделять внимание максимальное и одной работе и другой а еще мы здесь такое получилось что я хочу еще и третью работу начать но я не держусь потому что для меня две это много я знаете человек вообще одного процесса а тут я еще и экстремально начала вышивать второй процесс но конечно основной мой процесс и большее внимание это сирень сирень я люблю и сирень я люблю это мой процесс который я больше вкладываю душу если на и на подушке это больше процесс он красивый но это процесс больше для того чтобы дизайн у меня в квартире был то есть подушки с маками к моей картине с маками атриолис то сирень сирень вообще не знаю я знаю что я ее повешу в спальню но однозначно не могу сказать как я ее повешу как я ее оформлю но сирень это вот была в списке номер один еще даже так она появилась каталоге в общем давайте приступим к просмотру результатов не будем тянуть время ты уже на две минуты наговорила я картину сняла с пялец я ее уже дважды переодевала вот и если сравнивать с предыдущим результатом я вышила вот эту вот часть полностью ну не полностью тут еще видите будет место для отшива потому что мне папе лица у меня большие и маленькие не люблю пяльцы я люблю чтобы было много пространства и уже не очень удобно надо уже сдвигать двигаться дальше далее я вышел вот этот вот хвостик и вот это вот все я вышила за два дня получается хотела больше чтобы не мучить вас уже отчетами этих отчетов уже шесть и я думаю может быть следующую субботу я просто не буду снимать отчет потому что в зависимости от продвижения может покажу вам что-то уже более масштабное по сравнению с тем что я вам сейчас показываю вот такая вот у меня получается красота в бок я не хочу двигаться потому что там уже надо будет брать второй листик вышивки от триолиз а хочу двинуться вот в эту сторону тем более мне кажется эта страна немножко полегче давайте я вам покажу что должно у меня уже получиться я подошла вышила вот вот это вот вот так вот 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 листики тоже захватываются ну и вот где то я вот сейчас где-то вот на этом вот этапе осталась одна веточка здесь если смотреть с гроздьями то вот эта гроздь у меня тоже уже наполовину выше то получается поэтому здесь такой сложности нет но в принципе эти вот грозди сирени они вышиваются очень легко так что я двигаю сейчас вот к этой вот красивой веточки необычной буду вышивать и его и давайте мы договоримся так я вам покажу отчет уже когда я вышью вот эту вот вот это вот часть ну что хотя бы вот эту вот часть чтобы вам было интересно посмотреть и вы уже оцените может быть если вышью больше я обещаю что видео я буду выкладывать у меня еще есть маки у меня еще есть идеи касаемые вышивки но не касаемые процессов поэтому без видео мы не останемся без общения мы с вами не останемся но просто действительно подумала и каждую субботу отчет да это меня дисциплинирует но продвижение кажется незначительными и все таки наверное наверное я сделаю так как мы с вами договорились я конечно постараюсь вышить часть к следующей субботе но думаю вы знаете меня и знаете то время примерно приблизительно сколько у меня отведено вышивки в жизни к сожалению что скорее всего я не успею вот так что девочки мои сейчас буду переставлять уже пяльца и буду вышивать дальше и не забывать о маках конечно все мои дорогие на этом буду прощаться всех люблю всех всем желаю легких крестиков подписывайтесь на мой канал если кто-то не подписан ставьте пальцы вверх если нравится видео мне очень очень приятно и конечно же пишите комментарии потому что мне кажется все таки без комментариев нет смысла того что мы здесь снимаем для меня они очень важны все всех целую всем пока пока